2 декабря состоялось 4 заседание Международного научного совета КФУ, в рамках которого ведущие ученые зарубежных университетов-партнеров, курирующие перспективное направление исследований, оценили текущие достижения университета и его дальнейшие перспективы. Международный научный совет был сформирован в связи с участием КФУ в проекте по вхождению университетов России в топ-100 мировых рейтингов вузов. Как уже говорил, работаем над видением университета модели 4.0. Мы наши KPI также расширили, то есть вашему вниманию представлены наши задачи в области развития науки до 2020 года, в развитии образования до 2020 года, по модели университета 3.0 развития в инновационной сфере до 2020 года, но и все, что связано со Smart University, Digital University, это 2020 год. Каждая сессия совета ежегодно включает в себя несколько дней работы, когда эксперты знакомятся с текущими результатами исследований, образовательными программами, инфраструктурными новинками университета. Основной темой обсуждения стали стратегические академические единицы КФУ. Да, многие до сих пор ничего не знают о Казани и Казанском университете, несмотря на возросшую активность ваших ученых на международных конференциях и в разного рода международных ассоциациях. Интерес к вам есть, но вы должны понимать, что, например, работая над увеличением числа публикаций, вы не наращиваете этот показатель. «Рассказывая о вас своим коллегам в Инсбруке, я вряд ли буду говорить о количестве написанных здесь работ, а вот об открытиях вполне и в первую очередь». Рецептом повышения узнаваемости в мире служат увеличение результативности исследований. «Если вы посмотрите, в предметных рейтингах и Таймса, и Куэст мы в гуманитариях начали продвигаться. В области лингвистики там 120, по памяти, говорю, могу ошибиться, по-моему, 121 позиции, там археология, история тоже. Вот по археологии удивительно, произошел скачок только по одной, ну как я говорю, из одной причины, мы там 150 позиции в мире. Потому что два объекта наших, где мы принимали активное участие, попали в список ЮНЕСКО. И все наши ученые, когда мы доказывали, шли на номинацию, выступали там и везде выступали от имени Казанского университета». По завершению первую часть заседания Ильшат Гафуров наградил международных советников дипломами и памятными знаками за заслуги перед Казанским университетом, за вклад в развитие конкурентоспособности университета. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Олег Опачаев, Универ Ньюс.